Библейский портал экзегет.ру представляет У нас такой печальной ситуации для главного героя, по-видимому, лирического героя. То есть это вряд ли текст, написанный непосредственно этим человеком, но написанный от первого лица. Мы об этом уже говорили в первых двух главах. Все плохо. Он родился в колене Нефалимовом, которая отпала от Единого Израильского царства вместе с другими северными коленами, которая впала в язычество, хотя лично Тарита ему не причастен, но ему приходится жить среди этого народа. Далее. Ассирийцы разрушили Самарию, ввели в плен многих израильтян из этих северных колен. И, соответственно, вот с этим все нехорошо. Потом даже с женой он не может договориться, потому что она его не то что упрекает, а как бы горько говорит, где все твои милостыни и праведные дела. Вот ты так старался. Тавид такой образцовый израильтянин даже в условиях, когда все плохо. И вдруг он внезапно слепнет. Да, причем слепнет не просто в какой-то момент, как с любым человеком, к сожалению, заболевание может случиться, но ровно после того, как он похоронил странника, как он сделал доброе дело, вот чуть ли не в награду за это доброе дело, он ослеп. Что же это? Где справедливость? Опечалившись, я заплакал и молился со скорби, говоря, «Праведен ты, Господи, и все дела твои, все пути твои, милость и истина, судом истинным и правом судишь ты вовек». Вот Ио в подобной ситуации говорил совершенно иначе. Он скорее упрекал Бога, требовал справедливости, спрашивал, почему же так? Где же логика, если праведный страдает? А Давид признает праведность, да? Легко было молиться так, допустим, тем людям, которые были изгнаны в Вавилонии, да, вот книга Даниила об этом, «Праведен ты в судах своих, что караешь нас как народ, но как сказать это человеку, который лично испытывает вот неожиданное и несправедливое с его точки зрения такое вот от Бога явление, как внезапная болезнь, внезапная слепота? «Воспомяни меня и презри на меня, не наказывай меня за грехи мои, заблуждения мои и отцов моих, которыми они согрешили пред тобою, ибо они не послушали заповедей твоих, и ты предал нас расхищение и пренение смерть и в притчу поношения пред всеми народами, между которыми мы рассеяны. И поистине многие праведные суды твои делают со мною по грехам моим и грехам отцов моих, потому что не исполняли заповедей твоих и не поступали по правде пред тобою. Итак, твори со мною, что тебе благоугодно. Повели взять дух мой, чтобы я разрешился и обратился в землю. Ибо мне лучше умереть, нежели жить». Ну, это вот из книги Ионы тоже знакомое выражение. «Так как я слышал живые упреки и глубока скорбь во мне, повели освободить меня от этой тяготы в обитель вечную и не отврати лица твоего от меня». Тоже необычная молитва. Иона говорил вот Богу с каким-то раздражением, мне лучше умереть, чем жить. Этот говорит, «Вот в земной жизни у меня все плохо, у меня ничего не получилось, возьми меня в вечную». И вот здесь тоже вот книга Тавита, там мы говорили о том, что она где-то на грани между Писанием и Преданием, что входит в состав Писания, но по сути уже переводит нас к Преданию. Книга Тавита полна уверенности в вечной жизни и в то, что Господь может эту вечную жизнь сделать благой. И Господь здесь сразу не отвечает. Господь у нас немножко дальше проявит свое действие в этой же главе, и вдруг у нас появляется другой персонаж. Совершенно прям другой. «В тот самый день случилась и саре дочери Рагуиловой в Ягбатанах Медийских, один из городов, соответственно, Ближнего Востока, терпеть укоризм от служанок отца своего, за то, что она была отдаваема семи мужьям. Но Асмодий злой дух умиршлял их прежде, нежели они были с ним, как с женой». Вот здесь немножко такая странная история, кажется, какой-то сказочный сюжет. То есть некая девушка выходит замуж, но прежде чем она уединиться с мужем, некий злой дух Асмодий умиршляет этого мужа. Откуда мы знаем, что это он, что являлся в каком-то облике, грозил? Непонятно. Они говорили ей, «Разве тебе не совестно, что ты задушила мужей твоих? Уже семерых ты имела, но не назвалась именем ни одного из них. Что нас бить за них? Они умерли, иди и ты за ними, чтобы нам не видеть твоего сына или дочери вовек». Вот здесь тоже ситуация, похожая на ситуацию книги Иова, в том, что ее упрекают свои служанки, и что она тоже ни в чем не виновата, но еще этот злой дух, который каким-то образом заставляет ее оставаться девственницей. Странная история. То есть, вот здесь, как будто нас автор книги хочет максимально запутать. Услышав это, она весьма опечалилась, так что решилась было лишить себя жизни, но подумала, «Я одна у отца моего, если сделаю это, бесчестье ему будет, и я сведу старость его с печалью в преисподнюю». Готова покончить с собой, только вот отца жалко, «А что же делать?» «И стала она молиться у окна и говорила, «Благословен ты, Господи, Боже мой, благословенно имя Твое святое и славное вовеки, да благословляют Тебя все творения Твои вовек. И ныне к Тебе, Господи, обращаю, очи мое, лицо мое, молю, возьми меня от земли сей и не дай мне слышать еще укоризна». Та же самая просьба, да? Она не готова убить себя сама, но жизнь ее опостылила. «Ты знаешь, Господи, что я чиста от всякого греха с мужем и не обесчистил имени моего ни имени отца моего в земле плена моего. Я единородный отца моего, и нет у него сына, который мог бы наследовать ему ни брата близкого, ни сына братнего, которому я могла бы сберечь себя в жену. Уже семеро погибли у меня». Ну вот, тоже одинокая, и на ней лежит груз ответственности за продолжение рода. А как продолжить род, если такая история? «Для чего же мне жить? А если не угодно тебе умритвить меня, то благоволи презреть на меня и помиловать меня, чтобы мне не слышать более укоризна». Что же с этим всем делать? А вот дальше такой со стороны Бога акт, такое действие, которое, пожалуй, нигде больше у нас в Библии не встречается. «И услышана была молитва обоих пред славой великого Бога, и послан был Рафаил исценить обоих, исцелить обоих». То есть, Рафаил, некий ангел-целитель, должен просто вмешаться в эту историю. «Снять Бельму у Тавита и Сару, дочери Рагуилову, дать в жену Тови и сыну Тавитову, связав Асмадея злого духа, ибо Тови предназначена наследовать ее». Вот отличное решение, да, сразу все сложилось. Вот у нас есть девушка, которая страдает, будучи не в состоянии выйти замуж из-за злого духа, а вот у нас есть благочестивый человек, и за его сына то мы ее и выдадим. «И в одно и то же время Тавит по возвращении вошел в дом свой, а Сара, дочь Рагуилова, сошла с горницы своей». То есть, спустилась куда-то вниз с верхней комнаты. «И что же ангел Рафаил?» «Наверное, явился обоим, и демона убил, Тавита исцелил, заодно им сказал, давайте, ребят, жениться, а ничего подобного, все было бы слишком просто, если было бы так, книги бы не было». Вот дальше начинается очень такое яркое, необычное повествование, в четвертой главе мы с ним встретимся, где все совсем не так, как в обычных библейских исторических повествованиях, где с одной стороны ангел действует сразу, а с другой стороны, где действуют, в общем-то, люди рядом с этим ангелом. Странное повествование, может быть, оно как раз про то, и мы уже об этом говорили, что вот в этих условиях язычники, эти самые раскольники-еретики, да, вот все не так, все плохо, семейная жизнь, домашняя жизнь становится, собственно, средоточием этих главных решений. Ведь это о чем? О том, как создастся новая семья, вопреки всему, что происходит. Ну, а как это произойдет, четвертая глава начнет нам об этом рассказывать. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,